Приветствую вас, Иван. Давайте разберём ваш вопрос. Сначала я его прочитаю, потому что он возглавливается, благо, небольшой. Дальше дам какие-то свои комментарии, которые мне показались уместными в данном случае. Первое, что мне показалось странным, это то, что... Да, давайте сейчас я буду читать ваш вопрос. Если я учил из семьи в том году, вернулся три месяца спустя, жена сказала, что любит. Но мне кажется, она решила просто там спеть. Дети плохо ко мне относятся, родители, с которыми мы живём, мои тоже не ах ты как. Мне очень тяжело, денег не хватает, весь в кредитах, как мне быть? Знаете, Иван, вот первое, что я хочу сказать, это то, что мне показалось довольно странным тот факт, что вы... По такой достаточно серьезной, как мне кажется, проблеме написали так и так мало. Сказалось бы, проблема достаточно серьезная. Оказалось бы, ситуация достаточно серьезная. Но почему-то... Вы написали об этом совсем чуть-чуть. Это очень важно. Почему так мало вы написали об этом, что вас волнует. В первую очередь нужно разбираться с причинами. Даже не причинами, а основаниями, которые есть сейчас и которые актуальны для вас сейчас. Но почему вы ушли из семьи? Если вы ушли из семьи, значит на это были причины. Если вы ушли из семьи, значит у вас были для этого все основания. Вот. И конечно же, главная задача, главная цель, это понять, что это за основания и решены ли они эти основания сейчас. Ну то есть, обратно говоря, да, ваша жена вам сказала, что любит вас, а вы ее. То есть, самое важное, что ваша жена любит, она просто приняла вас и все. Ну, без какого-либо разрешения ситуации, без какой-либо проработки проблемы, просто приняла и все. Дальше. Вы пишите, мне кажется, она решила просто отомстить. Что на это указывает? Дети плохо ко мне относятся. А как они должны к вам относиться, если вы ушли? Родители, с которыми мы живем, тоже не ахти как. Опять же, нужно учиться налаживать отношения с людьми. Но первое и самое главное, как мне кажется и кажется, это разобраться в себе. Ну что, мне видится проблематика в том, что вы сами не знаете, чего вам хочется. Не видится проблематика в том, что вы сами не отдаете себе отчет в том, что вам нужно. Не видится проблематика, наконец, в том, что вы не осознаете то, что происходит у вас внутри. И не замечаете своих реакций, но и реакций своей жены, своих детей, своих родителей. Тот факт, что вы в кредитах сейчас, кстати говоря, тот факт, что вы в кредитах, ну, сам по себе не так. Впрочем, потому что, ну, люди падают кредиты. Это очень печально, это очень грустно, но так бывает. Что важнее, это то, что вы нарушаете свои личные границы. Ну, потому что, с точки зрения психологии, факт того, что у вас множество кредитов свидетельствует о том, что вы нарушаете свои личные границы. И вот мне кажется, что это то, на что вам нужно обратить свое внимание. Вот, то, на что, в первую очередь, я хотел бы обратить ваше внимание, ваше внимание, то, что мне кажется важным. А пока что вы выглядите человеком достаточно потерянным с той точки зрения, с той позиции, что вы не очень хорошо понимаете, куда вы движетесь вообще. Вы не очень хорошо понимаете, что вам нужно вообще. Вы не очень понимаете, что вы чувствуете и как это выразить. И поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь, но где-то вы уверены в себе и может быть даже слишком, а где-то вы не уверены в себе и даже слишком. То есть, где-то вы плаваете в контексте своих, ну, желаний в контексте своих потребностей, в контексте того, что вам хочется и так далее. А где-то вы наоборот. И вот задача специалистов, как мне кажется, заключается в том, чтобы уравнять ваше состояние. Чтобы вы всегда чувствовали себя как бы в потоке. Чтобы вы всегда чувствовали, что сейчас я хочу того-то, того-то, того-то. И все. Вот. Вот, в принципе, такой ответ я могу вам дать с точки зрения психологии. Дальше уже можно будет пригласить, условно говоря, вашу супругу, да? Для того, чтобы, ну, уже вместе вот с ней, например, поработать, если она хочет, над вашими отношениями. Вот. Ну, то, что вот вам, допустим, кажется, что она хочет об этом встретить, это вот. Вполне может быть, что это не дым без огня, но вполне может быть, что вам это только кажется из-за чувства вины. Вот. Еще один важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Вы спросите, как быть? Я не знаю, как, не знаю, как быть. И никто не знает, как вам быть. Вам нужно самостоятельно найти свой путь, как вам быть. Понимаете? И только если вы свой путь найдете, тогда вы сможете начать идти по пути решения своих проблем. И тогда сейчас психолога Нептун, чтобы подсказать вам, значит, ну, какой-то уникальный, универсальный способ решения проблем. А наша задача, заключая Тептрум, чтобы помочь вам найти себя. Понимаете? Найти свой путь. Собственно, найти то, как вам быть. По сути дела. В этом заключается, как мне кажется, то, что вы, то, что мы, то, чем мы можем вам помочь. Ну, согласитесь, это, ну, мне хочется верить, это гораздо, такой, знаете, ну, гораздо более значимый, если угодно, вклад в вашу жизнь, нежели чем, вот, то, что вы предлагаете. Предлагаете вы там, по сути, подсказать вам, то есть дать какой-то совет вы предлагаете, ну, это, мне кажется, вообще немножечко не про психологию, ну, мне так кажется. вот, мне кажется, что это больше про, ну, знаете, это больше про имитацию психологического, ну, психологической работы. Вот, а то, чем пытаюсь, например, заниматься я, это все-таки больше по возможности качественно, потому что оно не всегда получается. Качественно оказывает помощь, вот, ну, по возможности это качественная психологическая помощь, вот. Главное, что это даже психотерапия, а не, вот, психологическая, ну, не психологическая консультирование. Вот. Такое ответ я могу вам, опять же, дать, с точки зрения своей, с точки зрения того, что я делаю и так далее, вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok